Здравствуйте! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Благодаря поддержке президента России Владимира Путина, федерального и регионального правительства компании «Кавказ РФ», честных инвесторов, всесезонный туристический комплекс «Архыз» стал не просто местом для отдыха и развлечений, но еще и признанным центром лыжного спорта высокого класса России. А еще «Архыз» стал местом проведения различных мероприятий всероссийского окружного и регионального значения. Желаю «Архызу» процветания всем гостям курорта незабываемых моментов, которые останутся в сердцах на всю жизнь, отметил Рашид Темрезов. Теперь у жителей Ростовской области и Краснодарского края есть альтернативная возможность прибытия на курорты Карачаева-Черкесии. В Карачаево-Черкесию ходит специальный туристический поезд на новогодний каникулярный период. Состав «Лыжная стрела» разработан РЖД совместно с Министерством туризма и курортов республики. Так как новогодний период всегда самый загруженный, а жители Ростовской области и Краснодарского края самые частые гости, им и решили предоставить такую возможность прибытия. Посредством специального туристического поезда он будет курсировать до 8 января. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская, Армавир и Зеленчук. В составе поезда 5 вагонов, оборудованных всем необходимым для комфортного путешествия. Система климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационное табло. Весь спортинвентарь перевозится бесплатно на местах для ручной клади. В поезде предусмотрено три класса обслуживания – комфорт, эконом и базовый. Продажа билетов на новые маршруты доступна на сайте РЖД. Это как раз тот маршрут, который попадает под категорию туризма. То есть позволяет жителям крупных городов, Ростова и многих других добираться в короткий промежуток времени до столицы Карачаевой Черкесии и наслаждаться здесь видами гор, природой. К нам все больше приезжают туристов, гостей республики. И чем больше у нас комфортных способов добраться до нашего гостеприимного региона, тем для нас лучше. В свою очередь хочу поблагодарить Антона Юрьевича и представителя РЖД всех, и саму компанию РЖД за то, что настолько комфортно и с удовольствием люди приехали, мы их встретили. Человек, приобретающий билет на поезд, может также приобрести сразу же билет до Архыза, либо до Донбая. Садится в комфортный автобус и проезжает до наших курортов. Соответственно, в обратном порядке абсолютно такая же история. Его песни уводят в мир радостных переживаний, помогают в воспитании личности, являются одним из средств сохранения языка, национальных традиций и передачи их будущим поколениям. Во Дворце культуры Черкеска состоялся сольный концерт народного артиста Карачаева Черкесии, любимца публики Султана Байкулова. Уже почти три десятка лет он радует зрителя песнями, многие из которых стали хитами. Султана Байкулова пришли поздравить артиста эстрады Карачаева Черкесии, Кабардино-Балкарии и ведущая Зумрад Халкечева. К богатому культурному наследию приобщилась и Алла Качиева. Запоминающиеся мелодии, оригинальная аранжировка народных мотивов созвучных эпохи. Вот уже несколько десятков лет песни народного артиста Карачаева Черкесии Султана Байкулова тянутся к отчему порогу, родным горным отрогам памяти предков. В репертуаре любимца публики более 150 песен. Отдельное место занимают патриотические. В них глубоко отражается любовь и гордость за свою родину, за свой народ. Воспеваются прекрасные горские обычаи и традиции. Они не устаревают, занимают особое место в сердцах жителей и востребованы зрителям десятки лет. Многолетний творческий союз у певца с народным поэтом Карачаева Черкесии и односельчанкой Диной Мамчуевой. Автор известных песен Дина Тарьелевна называет исполнителя султаном сцены. А в этот день прозвучали, как уже полюбившиеся композиции, так были представлены и новые. Посвящены песни султана Байкулова и самому прекрасному чувству на земле – любви. Они в основном на стихе Альберта Узденова, Башира Батчаева, Азамата Суюнчева, Тамары Батчаевой и других. Многие из них стали хитами. Эти и другие известные композиции принадлежат перу молодого поэта Рустама Тамбиева. Немало у султана Байкулова песен собственного сочинения. Каждую в исполнении народного артиста Карачаева Черкесии зрители встречали бурными овациями. Концерт просто великолепный, он шикарный. Я настолько, я не знаю, с эмоциями такими суперпозитивными сидела, слушала каждую песню. И когда я узнала, что у него будет концерт, у нас был какой-то определенный рабочий свой график, режим. Мы этот график поменяли, мы все сдвинули, передвинули. Я решила, что обязательно должна быть на этом концерте, потому что такие великие люди с таким голосом, люди, которые несут в мир информацию за нашу нацию, за нашу Карачаево-Черкесию, за Кабардино-Балкарию. Это великие люди, их надо поддерживать, ценить. И я желаю султану еще лучших, еще больших достижений. Вклад султана Байкулова в сохранении развития культуры, языка и литературы карачаевского народа неоценим. В день концерта его пришли поддержать известные артисты эстрады Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Лидия Батчаева, Руслана и Роберт Качиева, Эльдар Атмурзаев, Руслан Идеев, ансамбль «Алиберт» и «Эльбрус». Султан Байкулов поблагодарил всех, кто пришел на концерт и отметил, что любовь зрителя вдохновляет на новые творческие идеи. Вы же видели сегодняшний зал, сегодняшних людей, которые столько почты дали нам. Мне хочется все больше и больше продолжать свою работу. Скоро после Нового года у меня большие концерты намечаются. Это в Нальчике, в Кисловодске. Очень много дел у меня сейчас. С 1 января во всех кинотеатрах страны идет премьера сказочного фильма «Приключения. Бременские музыканты». Создатели картины использовали масштабные декорации, красочные костюмы и трюки. Конечно, звучали и любимые песни, что вызвало бурю эмоций у зрителей Карачаева-Черкесии, особенно у маленьких. Послушала мнение юных критиков о новой версии бременских музыкантов Альбина Ламкова. Зрители спешат на сеанс. Хотят насладиться добрыми и старыми песнями друзей, для которых лучше ничего нет на свете, чем бродить по белу свету. Ну, конечно, и послушать предсказания атаманши веселых разбойников. И погадать на короля. Ну что, увидим сейчас. Новая версия бременских музыкантов представляет собой переосмысление оригинального советского мультфильма. Решение о перестановке и изменении некоторых сцен в картине вызвало положительную оценку у самых искренних критиков. Эта песня была вообще во второй части мультика «Бременские музыканты», но вначале мне больше всего понравилось. «Бременские музыканты» становится практически гимном свободе и надеждей на то, что ночь пройдет и наступит утро ясное. Мне больше понравилось это дочь Корая, потому что она хотела свободы. Я ни чуточку ниже ей, что посмотрела этот фильм. В фильме показали детство Трубадура, его первую встречу с животными. Сюжет картины посвящен сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачной улице Бремена. В актерском составе картины присутствуют Юра Борисов, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Ирина Горбачева и Дмитрий Дюжев. Еще много молодых актеров. Что тебе больше понравилось? Кошка. А чем она тебе больше понравилась? Она смешная. А еще кто из героев тебе понравился? И что тебе понравилось? Королева. Песни красиво поют. Да? Очень хороший фильм. Практически смело все улыбалась. Советуете прийти? Да, конечно. Впечатления очень хорошие. Черкисский пример у сказочного фильма «Приключения бременские музыканты» показывает сразу в нескольких кинозалов по семь сеансов в день. Самые маленькие зрители смотрели с комфортом в детском зале. Знакомые многие песни из оригинальной реанимированной истории, а также герои, которые покадрово копируют мультяшек, впечатляют не только детей, но и их родителей. Вдвойне интересно, потому что знакомые пейзажи снимали в горах, в наших, в Тибердинском заповеднике, Ганачирское ущелье узнали. Поэтому, конечно, приятно. А знакомые песни? Конечно. Песни нашего детства. А какие любимые? Песня разбойников. Оценила фильм ее маленькая дочь Дарья. Мне нравится кот, и мне нравится песня о сыщике. Фильм очень классный, он почти похож на мультик. Я удивилась, как она оказалась в сундуке, потому что... Принцесса, да? Да. Дорога спасет мир. Пойти в кино – это очень-очень круто, интересно. Какой тебе персонаж больше нравится? Самый главный музыкант. Трубаду. Нравится он мне тем, что он очень такой веселый, умный, хороший. Еще мне нравится, он любит принцессу. Премьера стала удивительной и актуальной сказкой. Добро обязательно побеждает зло. А полное перевоплощение актеров, декорации, грим животных музыкантов, любимые нами песни советского мультфильма, можно будет оценить, посмотрев лично премьеру картины. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Корчаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Как голосовать в смартфоне? В воскресенье рано утром при параде абсолютном дец вскричал. Народ, подъем, все голосовать идем. И сказала мама сону. Выберем дистанционно. Папа поддержал зевая. Электронно выбираем. И сказала баба деду. Я отец с тобой поеду. Но бумаги и бюллетени любят в нашем поколении. Ну а молодая смена электронно-современна. Я прогресса не противник. Подержи, внучок-будильник. Это все вполне резонно. Можно и дистанционно. Мы ж пойдем с тобою, мать, по старинке выбирать. Нашим методом привычным. На участке, как обычно. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно.